Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Mazda CX-5 – это очень удачный автомобиль, владельцы которого зачастую им очень довольны. Давайте взглянем на второе поколение CX-5. Быть может, оно лучше? Итак, встречаем – Mazda CX-5 второго поколения. Это Mazda красиво и эффектно. Что скрывается за этой красотой? Старая платформа – да. Разница между кроссоверами CX-5 первого и второго поколений практически косметическая. Моторы не изменились, ну почти. Трансмиссия и подвеска тоже практически без изменений. Инженеры Mazda улучшили шумоизоляцию, комфорт и управляемость добавили новых функций. Кстати, если у вас не самая топовая версия Mazda CX-5, то многие функции, доступные только в максимальной комплектации, можно открыть у специалистов по этой марке. То есть можно просто включить ранее недоступную систему удержания в полосе, систему предупреждения о помехах сзади и несколько других. Вообще, Mazda CX-5 при всей своей красоте кажется немного консервативной, но этот коктейль многим нравится. Двигатели Sky Active G не подводят. Дизель тоже хороший, а старенький шестиступенчатый автомат – это вам не вариатор в плане надежности. Но нам есть о чем вам рассказать. И, кстати, обзор Mazda CX-5 первого поколения у нас есть на канале. Так что те, кто не подписан, обязательно подпишитесь. И, кстати, вот именно эта красавица сейчас продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Кузов Mazda CX-5 окрашен качественно. Случаев гарантийной перекраски буквально нет. Краска на этих машинах не вспучивается пока и не ржавеет. Но лакокрасочное покрытие тоненькое и легко пробивается летящими с дороги камнями. И вот эти участки не ржавеют, но все равно их стоит подкрашивать. А вообще, пока капот и бампер целы, лучше покрыть их бронепленкой. Если долго планируете эксплуатировать Mazda CX-5 второго поколения, то обязательно сделайте антикоррозийную обработку днища. Потому что практика показывает, что днища, детали подвески, подрамники моментально ржавеют, не превращаются в труху, не разваливаются, но выглядят так себе уже к четвертому году эксплуатации. В Mazda CX-5 второго поколения достались неудачные сервоприводы двери багажника. Дело в том, что они перестают работать из-за разрушения оплетки и переламывания проводов, которые находятся в гофре. Но практика показывает, что восстановление этих проводов ненадолго решает эту проблему. Кроме того, корпус этих сервоприводов нередко ржавеет, коррозия, поднимает и вспучивает краску на штоке. Эту неисправность можно услышать, механизм начинает скрипеть во время работы. Их все равно возникает. Чтобы не ржавели, стоит смазывать штоки силиконом, чтобы скользили лучше и отталкивали влагу. Один новый сервопривод сегодня стоит около 1000 долларов. Еще известны редкие случаи, когда вот в эту кнопку активации сервопривода двери багажника, которая находится в обшивке, попадает влага. Так вот, влага замерзает зимой, она вредит этой кнопке, также окисляет ее контакты. А еще вот эта влага может навредить концевику, который находится непосредственно в замке двери багажника. Даже во втором поколении Mazda CX-5 не избавилась от проблемы с механизмом складывания зеркал. Механизм здесь, на втором поколении, немного другой. И пластиковая шестерня здесь не ломается. Но все равно японцы выпускают ремкомплект, который стоит 80 долларов. Кстати, неоригинальный сервопривод можно заказать из Китая. Тем более, что он, скорее всего, этой Mazda понадобится, потому что год-два после гарантийного ремонта сервопривод опять заклинит. Однако, если боковые зеркала стали плохо раскладываться или вообще заклинили, то можно разобрать заклинивший механизм и хорошенько смазать его ось. С завода там очень мало смазки. Плюс попадающая туда влага усугубляет ситуацию. Говорят, что некоторые дилеры даже делали такую доработку, чтобы не менять вот эти механизмы на каждой гарантийной Mazda. То есть они просто добавляли смазку. Как и у предыдущего поколения, у этой машины надо ожидать к 100 тысячам километров износа фиксатора ограничителя двери. Если он износится, то дверь будет распахиваться как калитка и, то есть, не фиксироваться в промежуточных положениях. У нас вот в данной машине все работает как надо. Так вот, этот фиксатор-ограничитель стоит 50 долларов, заменителей нет. Но его можно отремонтировать, заменить фиксирующие башмаки. Так вот, а теперь на пару секунд загляните в салон. Рассказывать про него особо нечего, потому что он свежий, симпатичный и очень качественный. Двигатели Mazda CX-5 второго поколения не изменились. Это все те же рядные четверки с алюминиевыми блоками цилиндров и с гидрокомпенсаторами. Дело в том, что у этих двигателей очень высокая геометрическая степень сжатия, а это 13 к 1 и 14 к 1 у атмосферников 2.0 и 2.5. Но эти двигатели при неполных нагрузках работают по циклу Миллера, то есть с поздним закрытием впускных клапанов на такте сжатия. Так вот, можно сказать, что реальная степень сжатия у этих двигателей нормальная, и они отлично переносят бензин АИ-95. Кстати, очень редко встречается турбированный двигатель объемом 2.5 и у него степень сжатия 10.5 к 1. Кстати, вот этот двигатель в нашем случае – это 2.5 атмосферник мощностью 192 л.с. Все эти двигатели очень надежные. Даже до сих пор цепи ГРМ не просится на замену. То есть можно ездить 300 тысяч, выполняя просто регламентные работы. Но всё-таки есть пару моментов, на которые надо обратить внимание. Хотя формально бензиновые четверки Mazda не поменялись, но их оснастили электронным термостатом. Суть в том, что теперь переключение между большим и малым кругом охлаждения происходит не при помощи классического термоэлемента, а при помощи клапана в виде вращающегося барабана с окнами. Вращаясь, барабан открывает и закрывает проходные каналы на малый и большой круг по решению ЭБУ. То есть, в таком электронном термостате электромоторчик и небольшой редуктор, приводящий клапан. Суть в том, что уплотнения штуцеров на большой и малый круг охлаждения были сделаны из какого-то неудачного материала. Они буквально плавились и деформировались, препятствуя вращению клапана. Как правило, клапан заклинивает в положении постоянно открытого большого круга охлаждения. Следовательно, двигатель просто медленно достигает рабочей температуры или вообще не достигает ее. Также в этот термостат встроен классический термоэлемент, который выступает как аварийный. Если клапан перекроет малый круг охлаждения и не будет пускать антифриз в радиатор, то путь туда откроет именно термоэлемент. Так вот, непрогрев двигателя может быть связан и с тем, что этот термоэлемент открывается сам по себе. Проблемы с термостатом появлялись на всех Mazda, выпущенных с 2018 года с двигателями 2.0 и 2.5. Эта поломка случалась при пробеге от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч. Так вот, очень жаль, что улучшенный термостат стоит от пятисот до тысячи долларов. Но его научились ремонтировать. Достаточно просто поменять оплавившиеся уплотнения на подходящие, а также умельцы нашли подходящий термоэлемент. В общем, главное – отыскать этих самых специалистов. Кстати, каталожный номер улучшенных термостатов заканчивается на буквы ZA и ZB, а первоначальная неудачная версия – просто на Z. Еще одна характерная болячка для «Матровской» Active G – это выход из строя катушек зажигания. Выражается это в пробивании изолятора наконечника катушки. После этого соответствующий цилиндр перестает работать, появляются чек-энжен и сопутствующие ошибки. В общем, оригинальная катушка на сегодняшний день стоит $350. Есть пару заменителей по $30. А вообще, можно купить добротный изолятор и установить его на оригинальную катушку. Оригинальные свечи зажигания к этим двигателям стоят по $30. Их полный аналог по $17. По факту, даже на нашем бензине эти свечи ходят по 100 000 км. Также Mazda CX-5 второго поколения получила еще фирменный турбодизель, который вылечился от своих болячек. То есть, этот двигатель уже не угрожает износам кулачков распредвалов и шеек коленвала. Никаких изменений не произошло и с автоматом. Его разработала компания Asin на основе трансмиссии U660. Эта трансмиссия роднит Mazda немного с Toyota и Lexus. Это очень хорошая и надежная трансмиссия, но иногда беспокоит толчками и подергиваниями при смене передач. Ее фильтр становится доступным после снятия поддона. Менять его надо каждые две замены масла. Каждые еще раз напомним, что вот именно эта машинка на данный момент продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Помимо очень качественных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть еще и новые запчасти и технические жидкости. Так что, если нужны любые запчасти, звоните в «АвтоСтронг», пишите нам в мессенджерах, в соцсетях, где угодно. Заходите обязательно на наши сайты. Еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, с полным пакетом документов. Нужен байк в «МотоСтронг». Ссылочки я тоже оставлю в описании. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробно вам рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. У полноприводной трансмиссии Mazda CX-5 второго поколения пока никаких проблем не возникает. Но они могут быть у предшественника после пробега в 100 тысяч километров. А именно, загудит подшипник муфты подключения задней оси. Подшипник начинает гудеть из-за того, что он плохого качества. Но его без проблем можно поменять. Угловой и задний редуктор надо обслуживать и менять в них масло с допуском Mazda SG-1. На заправку уходит примерно 1,6 литра. Ну и в механической трансмиссии, если она установлена на Mazda CX-5 второго поколения, надо использовать масло с допуском G7. На заправку уходит примерно 1,6 литра масла. Подвеска Mazda CX-5 второго поколения во многом аналогична предшественнице. То есть жаловаться не на что. Подвеска ресурсная и надежная. Многие замены приходятся на пробег после 120 тысяч километров. Естественно, первыми сдаются стойки стабилизатора, которые стоят по 20 долларов, и втулки стабилизатора по десятке. Передним рычагом можно отдельно купить передние сайленблоки по 26 долларов. Вот такой вот оригинальный рычаг на сегодняшний день стоит 400 баксов. Можно купить задний сайленблок и шаровую опору отдельно. Цены на очень суровый, не оригинал, стартуют с 10 долларов. Еще опорные подшипники амортизационных стоек едва ли вылетят при пробеге в 200 тысяч километров. Ну, то есть вылетят после пробега в 200 тысяч километров. Цена за оригинал – 90 долларов за одну штуку, а за не оригинал – 25. В задней подвеске всего четыре сайленблока, которые продаются отдельно в нижней точке крепления ЦАПФ. Так вот, стоят эти сайленблоки 25-30 долларов. Вдобавок сайленблоки верхнего рычага одинаковые стоят по 18 долларов. Вот этот продольный рычаг в сборе по оригиналу стоит 90 долларов, заменители примерно по тридцатке. Все это до 200 тысяч километров продержатся. И еще на примерно этом же пробеге придется обновить опору сайленблоком заднего редуктора. По оригиналу она стоит 60 долларов, но можно купить неоригинальный сайленблок, который стоит 15-25 долларов и заменить его. Оригинальные передние ступичные подшипники стоят по 350 долларов, заменители от 70 долларов. Задние ступичные подшипники на полноприводных и моноприводных версиях разные. Примерно цена 200-250 долларов, заменители тоже от 70 долларов. Ну что ж, Mazda CX-5 второго поколения – это прям два в одном. И надежная, и красивая, и комфортная, и свежая. Можно, правда, попасть на замену термостата, хотя замена его простая, но сам он стоит дороговато в наше время. Ну и еще хотелось бы сказать, что общие агрегаты и платформа с прошлым поколением дает нам возможность прогнозировать надежность этой машины. И еще, чтобы было все отлично, обязательно не экономьте на обслуживании и сделайте антикор этой машины. Если вам понравился наш обзор, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».